МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хоккеисты из села Новой Зори вернулись из Китая с двумя победами. Впервые в истории края. На Алтае снимут веб-сериал. О чем он и как попасть в кино. Начнем выпуск с серии чрезвычайных ситуаций. Все они произошли в Барнауле сегодня утром. Крупный пожар случился на проспекте Энергетиков. Там загорелись гаражи с автомобилями. Площадь возгорания более 150 квадратных метров. В соцсетях люди писали, что дым был виден на другом конце города. Для борьбы со стихией привлекли больше 10 единиц техники, 29 пожарных. Работу спасателей осложняло большое количество горючих материалов на территории. Потушить огонь удалось после проведения пенной атаки. Пожар полностью устранен, пострадавших нет. Сейчас предстоит выяснить, что же стало причиной возгорания. Неспокойно с самого утра выдалась обстановка на улицах города. Так, в крутой разворот ушел 36-летний водитель «Шевроле Нива». Авария случилась на кольце у торгового центра. Известно, что другой водитель, 29-летний мужчина, управляя «Газелью», выехал на перекресток и столкнулся с «Шевроле Нива», которая двигалась по кольцу. В результате «Шевроле» прокинулся. В этом авто также находилась женщина. Ей оказана медпомощь. Отметим, горожане прозвали это кольцо небезопасным, потому что аварии здесь происходят регулярно. Другое ДТП уже со сносом светофора произошло в центре города. На пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина столкнулись две легковушки. Водитель «Лады», поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и столкнулся со встречно движущейся «Тойотой», которая после столкновения врезала светофор. Пассажир «Калады» получила телесные повреждения. Ей оказана медпомощь. 41 автобус закупят для Барнаула. Губернатор Виктор Томенко подписал заявку на получение спецкредита в 800 миллионов рублей. Из них 684 миллиона рублей пойдут на покупку 41 автобуса большой вместимости для Барнаула. Средства поступят в бюджет региона уже в августе. Власти намерены закупить низкопольные автобусы большого класса вместимостью более 100 пассажиров российского производства с отоплением и кондиционерами. Приобрести транспорт должны до 1 февраля 2024 года. Кроме того, идет работа по созданию автобусного предприятия. В городе уже начали формировать штат, определять площадки для автопарка и проводить расчеты по созданию автоколонны на базе МУП «Горэлектротранс». Реконструкцию дороги популярного маршрута «Алтайская Ая-Бирюзовая Катунь» завершают в Алтайском районе. Нагрузка на эту дорогу серьезная, проходит большой туристический трафик. Из-за этого и работы, общая стоимость которых превышает 2 миллиарда рублей, вести непросто. Как скоро можно будет прокатиться по новой дороге, расскажет Юлия Щепина. Алтайская Ая-Бирюзовая Катунь – популярный дорожный маршрут. Ежегодно по нему проезжают тысячи туристов. Отсюда серьезная нагрузка на дорогу. Проверить ход работ по реконструкции полотна на участке с 15 по 35 километр приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Мы сейчас прямо здесь. А, вот здесь. Здесь уже на 70% мы сделали. Эта дорога открылась еще в 70-м году прошлого столетия. С тех пор проводились лишь локальные ремонтные работы. Ни реконструкции, ни капремонта не было. На сегодняшний день дорогу восстанавливают по современным стандартам безопасности, чтобы она выдерживала большие нагрузки. Расширено дорожное само полотно. Качественно сделана дорожная одежда. Качественно сделано основание дороги. Проведена полная реконструкция двух мостов. Сделана 31 водопропускная труба. Для безопасности дорожного движения дорога будет оборудована барьерным ограждением, освещением, тротуарами. Сделаны остановочные павильоны. То есть полностью по современным стандартам. Срок службы дорожного полотна внушительный. Плановая реконструкция на данных участках предусмотрена не ранее, чем через 24 года. Работа объемная, сложная. Стоимость превышает 2 миллиарда рублей. Мы весной заезжали, посмотрели, как идут дела. Сейчас уже какой-какой результат виден. И смотрим, что никакие сроки не срываем. Все идет хорошо. Закончить этот участок планируют осенью этого года. Следующий этап – реконструкция дороги от села Ая с нулевого по 15-й километр. Из-за особенностей ландшафта и наличия воды в грунтах работа здесь будет еще более сложной. По предварительным расчетам потребуется около 3 миллиардов рублей. Юлия Щепина. День с толком. Основной версией, почему при посадке разбился вертолет в Усть-Коксинском районе, называют ошибку пилотирования. Управлял судном 52-летний мужчина, уроженец Новоалтайска. Он выжил. Сейчас его допрашивают следователи. Но в компании «Алтайские авиалинии», где мужчина работал до этого, нареканий к его работе не было, сообщает портал «Толк». Напомним, трагедия произошла накануне, во время посадки пассажирского вертолета Ми-8 в селе Тюнгур, Республике Алтай. Четыре человека погибли, еще семь госпитализированы. У некоторых ожоги тела составили 90%. Во время захода на посадку вертолет зацепился за электрические провода, перевернулся, после чего загорелся. По второй версии, причиной трагедии как раз и могли стать высоковольтные провода. По мнению некоторых экспертов, эти провода могли не нанести на специальную карту, которую учитывают при пилотировании. По третьей версии, все произошло из-за метеоусловий. Расследованием занимаются правоохранители и Международный авиационный комитет. Добавим, рейс был коммерческий, туристы летали посмотреть на Белуху. По информации из наших источников, один из пассажиров тоже уроженец Алтайского края, но в числе погибших или выживших он неизвестно. Через две недели весь православный мир будет отмечать медовый спас. По традиции, в крае пройдет ежегодная ярмарка меда, на которой алтайские пчеловоды и переработчики представят несколько десятков видов сладкого продукта. Будет и считающийся особо ценным мед из таежных районов края. При этом у жителей региона, по всей вероятности, скоро появится возможность покупать лакомство, произведенное в сердце алтайского заказника. Тему продолжит Данил Кузнецов. Горы, ручеек и непроходимый путь к сердцу Ченетинского заказника, где основали кордон сотрудники природоохранной организации. Сюда они нередко приезжают переночевать после долгих трудовых будней, отдыхают под жужжание пчелиного роя. Три года назад Анатолий Зейбель, егерь и один из авторов турпроекта по заказнику, поставил здесь несколько ульев и решил опробовать себя в роли пасечника. Дело понравилось. Из десяти пчелосемей пасека разрослась уже до 80 на трех площадках. Для полосатых медоносцев заказник – идеальное место. Пчелы собирают нектар с дикоросов, не знающих химической обработки. Место чем хорошо? Тем, что находится вдали от ближестоящих пасек стационарных. Тем самым пчеле не приходится летать за 10 километров, искать себе цветок. Здесь по кругу все везде цветет. Видимо, от травяного изобилия пчелы здесь дружелюбны. Во время съемок никого не жалели. Да и туристов, коих тут всегда рады видеть, тоже не трогают. А между тем, отдыхающие могут принять участие в процессе добычи меда, начиная со сбора сот и заканчивая откачкой в устройстве, напоминающем центрифугу. Экологическая частота этого меда подтверждена экспертизой, но объемы далеки от промышленных. Всего около тонны в год. Сейчас на пасеке идет добыча дягеля. Также пчелы собирают пыльцу акаций и иван-чая. Сплошные лекарственные травы. При этом цены, как и пчелы, не кусаются. Килограмм меда порядка 270 рублей, что позволяет привлечь в небюджетные средства за год более 200 тысяч заработать. Часть средств идет на дополнительную оплату сотрудникам, которые задействованы в работе пасеки. Также эти средства позволяют усилить материально-техническую базу учреждения. На приобретение расходников направляются эти средства. У сотрудников природоохранной организации в планах закупить пчел разных пород и опробовать такой комплексный подход при сборе меда. Еще одна задача – открыть специальные точки по продаже таежного меда, чтобы жители родного края могли покупать экопродукт из заказника, а не сомнительного качества мед, которым, по словам специалистов, заполнены полки многих торговых точек региона. Данил Кузнецов. День с толком. Расследование уголовного дела о незаконном вылове рачков «Артеми» завершили в Крае. За четыре дня браконьер добыл более трех тонн рачков на берегу Кучукского озера в Благовещенском районе. По данным МВД, злоумышленник поместил улов в мешки, погрузил в прицеп мотоцикла и привез к себе домой. Во время осмотра места жительства фигуранта изъяли 89 мешков с цистой «Артеми» и мотоцикл. Незаконно добытых рачков обвиняемый намеревался продать перекопщикам в соседний регион. При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого 1976 года рождения. Им оказался безработный житель Благовещенского района. Мужчина не имел разрешения и квота на добычу ценных видов биоресурсов. Ущерб государству составил более трех миллионов рублей. Сотрудниками полиции после проведенной экспертизы было принято решение вернуть Артемию в свою природную экосистему. В настоящее время уголовное дело о браконьерстве направили в суд. Решение суда обвиняемый будет дожидаться, находясь под подпиской о невыезде. Алтайская команда «Скифы» завоевала две победы на турнире в Китае. В Тяньцзине накануне завершился международный детский хоккейный турнир. В нем участвовали две команды из села Новый Зорь и Павловского района. Сегодня ребята вернулись домой, где их встречали родители и наша съемочная группа. Целую неделю все в переживаниях. Эта неделя была напряженной для всех, кому не безразличен алтайский хоккей. Родители не пропускали ни одного матча, болели, переживали и поддерживали своих ребят. Хоккейные команды «Скифы» двух возрастов 9 и 10 лет отправились в Китай на международный турнир. На льду им противостояли команды из Монголии, Гонконга и несколько команд принимающей стороны. И вот она – долгожданная встреча с родителями на родной земле. По словам ребят, хоккеисты из Поднебесной их удивили. За прошедшую неделю «Скифы» сыграли порядка 10 игр групповой этап, а дальше – плей-офф. Так «Скифы» 2014 стали третьими из 16. В бронзовом матче они просто вынесли своего соперника 6-0. А 2013 год рождения в стыковом матче за 5-е место выиграли по булитам у китайской команды «Гэлакси». Стоит отметить, что победу добывали не только парни, но и единственная среди хоккеистов – девочка. Было интересно со старшими играть, потому что они опытнее и можно учиться на них, на ошибках. Мне комфортнее, что пацаны, если надо, заступятся, побьют кого-то. Своих эмоций не скрывали и родители. Вся энергия, все передавалось ребятишкам для их победы. Мама очень соскучилась, все соскучились, очень любим. Сразу после встречи пресс-конференция административный штаб поделился своими впечатлениями от поездки в Китай. Китай становится хоккейной державой-державой. И через 5 лет это будет уровень, наверное, Канады точно. Было страшно, было трудно. Первый раз поехали, но теперь уже и дети, так скажем, получили какую-то практику, мы получили какую-то практику. Тренера посмотрели, как правильно вести, как все организовывать. Менеджер наш, Андрей Волков, который все это организовывал, на нем была такая прям большая работа проделана им. По словам Владимира Попова, эта поездка показала тренерскому штабу, в каком направлении нужно поднажать, чтобы и впредь добиваться высоких результатов. Однако без трудностей этот турнир не обошелся. Языковой барьер, даже элементарно там что-то судье объяснить, то есть себя не понимают. В этом как-то накал еще, если игра от ножа идет, это тоже немножко так свою лепту вносило. Я думаю, что если мы будем посещать такие турниры международного класса, то ребята будут расти не по дням, а по часам. Там ребятки были смешанный возраст, кто-то был помладше, но, как уже мои коллеги сказали, там слабых команд особо и нет. Поэтому, несмотря на счет, это заслуга наших маленьких хоккеистов, что они так сыграли, настроили себя, нас услышали и в полную силу отыграли от первой до последней минуты. Администрация команды планирует такие выезды организовать традиционно. А пока у ребят пара дней отдыха. Но уже первого числа юные хоккеисты отправятся в лагерь на летние тренировочные сборы. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Три режиссера, чьи работы участвовали в Шукшинском кинофестивале, могут принять участие в съемках первого в Алтайском крае веб-сериала. Это будут восемь короткометражных фильмов, объединенных одной темой и локацией «Чуйский тракт». Подобного проекта в нашем регионе еще не было. Съемки стартуют уже этой осенью, причем присоединиться к процессу смогут и обычные жители края. Каким образом и почему веб-сериал станет точкой невозврата для алтайского кинематографа, расскажем далее. Есть у нас и триллеры, есть фантастические истории, есть комедии, есть драмы. И все это жанровое разнообразие произойдет на Чуйском тракте и расскажет о нем. Такова концепция веб-сериала, которую создадут в Алтайском крае. И это уникальный проект. В нашем крае впервые снимают профессиональный сериал для интернет-платформ. Этот опыт смогут принять по всей стране. Прямо сейчас на Алтае ставят на рельсы процесс кинопроизводства. Мы же делаем замкнутый цикл и гарантированно те сценарии, которые у нас выиграют в питчинге, они гарантированно производятся и затем получают какую-то дальнейшую историю продвижения, фестивальное продвижение на платформе и так далее. Вот что мы пытаемся реализовать. Почему многие хотят с нами сотрудничать? Потому что в подобном ключе нигде никто не делает этого. Весь процесс разбили на два этапа. Сначала объявили конкурс сценариев. Из 43 заявок отобрали 10 и снимать будут по 8. В рамках Шокшинского кинофестиваля совместно с Минкультурой и Молодежным центром кинематографистов Алтая для авторов заявок провели экспертную оценку. Так о плюсах и минусах сценариев говорила зам главного редактора кинокомпании СТВ Анна Андрушевич. Она готова и включиться в проект. Сейчас предстоит доработать сценарии, собрать команду и запустить съемки. У нас нет такого большого количества профессионалов. Да его в принципе ни в одном регионе сейчас нет. У нас нет киновузов или образовательных учреждений, которые бы готовили специалистов. И тем самым мы решаем две задачи. Мы хотели бы получить качественный проект, игровой. И при этом через него, что называется, прокачать большое количество ребят. Прокачивать будут профессионалы. В Министерстве культуры края сказали, что поработать в проекте на безвозмездной основе. Согласны три режиссера, чьи работы участвовали в Шукшинском кинофестивале. Есть у нас, кто может помогать и операторам, и режиссерам, и художникам. То есть у нас же есть и гримеры есть у нас хорошие. Костюмеры, бутафоры. Да, может быть у нас нет профессионального гаффера, осветителя. Или как руководителя бригады осветителей. Но у нас есть люди, которые готовы учиться. Достаточно у нас и актерской базы. Но народный кастинг все равно будет и довольно скоро. Так как к декабрю все восемь серий должны быть отсняты, а следующим летом представлены зрителю. Сроки поджимают. Но по словам экспертов, этот проект должен стать точкой роста и превратить алтайское кинопроизводство в киноиндустрию. Чтобы у нас был не один веб-сериал и не один короткий метр в пятилетку. Чтобы это была регулярная работа, соответственно, это позволило бы привлечь и занять в профессиональной киносфере наших ребят. И они бы оставались здесь, они бы уезжали в столицу. Веб-сериал повлечет за собой и другие изменения. Например, расширение сети кинозалов в крае. Так что в ближайшие годы киносферу региона ждет серьезная трансформация. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. А вот можно ли найти подходящие локации для съемок кино в Барнауле? И что нужно сделать, чтобы представители киноиндустрии потянулись к нам со всего мира? Эти вопросы мы задали барнаульцам на улицах города. Как вы думаете, можно в Барнауле кино снимать? В теории? Да, конечно, можно. Тут все светится, также освещение очень, ну, сама культура, мне кажется, города, то, что очень развито все. У нас же город Сибирь, более все природное. Мы можем более, как-то, я не знаю, людей подтянуть, которые с других городов, с регионов, чтобы увидели природу. А как вы думаете, вот в будущем, чтобы привлекать сюда киноиндустрию, что нужно сделать для этого? Дать им очень много денег. Что же еще? Было бы желание. Нет, места хватает. Все упирается в финансовые и практические вопросы, думаю. И в рекламе города, может быть. Да, пожалуй, потому что в основном Барнаула это где? Это Китай же вроде, да? И Алтайский край, и Горный Алтай, это как-то, наверное, для многих одно единое. А на самом деле Алтайский край это совсем другое, со своими красотами другими. Вот поэтому надо рекламировать просто город больше на Россию. И тогда к нам будут приезжать и снимать фильмы. Я думаю, наш город требуется больше каких-то исторических памятников, чтобы эти моменты появлялись в фильме. Возможно, какие-то открывались новые локации, которые могут использоваться для фильмов. Устраивать фестивали побольше, пиариться, больше ничего. И адресно как бы отправлять на обучение специалистов за государьев счет. То есть обеспечивать. Вот там дорогие города, Москва и Питер, это два города, где готовят единственных специалистов. Наверное, надо об этом позаботиться, о том, чтобы они там жили нормально, не чувствовали себя. И закончили эти вузы. Они вернутся сюда и сделают кино. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok